Привет! В этом уроке мы с вами ознакомимся с базовыми концепциями по программированию телеграм-ботов. Мы подключимся к самому боту, а также научимся обрабатывать его стандартные команды. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Поскольку вся разработка будет вестись на основе языка Python, то в первую очередь вам нужно зайти на его официальный сайт и скачать последнюю доступную версию на ваш ПК. Также скачайте программу для написания кода. Я, к примеру, буду использовать программу PyCharm. В ней же создайте новый проект, а также внутри проекта создайте новый файл для написания кода. Название проекта и название файла могут быть абсолютно любыми. Для работы с API Telegram-бота можно использовать специальную библиотеку. Таковых библиотек на самом деле несколько, и за курс мы еще с вами ознакомимся с дополнительными библиотеками, но поначалу мы начнем свою работу с одной из наиболее популярных и простых в использовании библиотек, а именно PyTelegramBot API. Она позволит нам получать сообщения и выполнять обработку всех действий. Чтобы ее скачать, вам нужно перейти на сайт менеджера PIP и скопировать команду по установке библиотеки. Ссылку на эту страницу я оставлю в описании к видео. После этого в программе PyCharm откройте терминал и вставьте скопированную команду. После нужно дождаться окончания процесса установки, и вы сможете работать с этой библиотекой. После установки библиотеки мы ее можем подключить и начать работу с ней. Чтобы ее подключить, мы прописываем ключевое слово import и говорим о том, что мы подключаем такую библиотеку как Telebot. Это как раз та библиотека, которую мы устанавливали. Теперь создадим некую переменную, пускай переменная будет называться как bot. Далее в нее мы записываем обращение к нашей библиотеке и обращение к такому классу как Telebot. В этот же класс нам необходимо поместить токен того бота, с которым мы будем взаимодействовать. Ну и чтобы получить токен нужного бота, мы в принципе можем просто обратиться к такой команде как token. Далее мы можем обратиться к нужному нам боту. Здесь мы получаем токен и этот же токен мы копируем и вставляем сюда внутрь нашей программы. Теперь наша программа, она уже будет взаимодействовать с нужным нам ботом, ну и мы можем программировать этого бота. В первую очередь я предлагаю выполнить обработку такой команды как Start. Именно с этой командой обычно запускается весь бот, здесь даже есть соответствующая кнопка. Ну и именно такую команду мы сейчас с вами и будем отслеживать. Для того, чтобы отследить некую команду, мы должны прописать декоратор для функции. Здесь в декораторе мы обращаемся к боту и обращаемся к такому декоратору как MessageHandlers. И далее сюда же мы передаем с вами еще один параметр, это commands. Он в качестве значения принимает некий список и в этом списке мы можем указать, какие команды мы будем обрабатывать. Я хочу обработать такую команду как Start, поэтому я здесь должен прописать просто название этой команды без символа slash. Его дописывать сюда не требуется. И по сути это все, что нужно дописать для декоратора. То есть все, теперь та функция, которая вот здесь чуть ниже будет описана, она будет вызываться каждый раз, когда мы будем вводить такую команду как Start. Здесь же мы создаем саму по себе функцию. Функция может называться как угодно. Допустим, моя функция будет называться как Main. Эта функция, она по умолчанию принимает один параметр. Назовем этот параметр как Message. Также его можно назвать просто как Chat. Ну, в общем, это тот параметр, который будет хранить в себе полностью всю информацию про самого пользователя, который работает с иботом. И плюс будет хранить всю информацию про сам по себе чат, в котором мы сейчас находимся. Ну и здесь мы давайте сейчас будем с вами в этой функции делать что-то очень простое. А, например, мы будем просто пользователю отправлять сообщение. Например, он вводит команду Start, а мы каждый раз ему отправляем сообщение. Привет! Чтобы нам такое сделать, мы обращаемся здесь к нашему боту. И далее мы обращаемся к такому методу, который называется как SendMessage. Здесь же этот метод, он принимает несколько параметров. Первый параметр, который мы должны с вами указать, это по сути ID того чата, с которым мы сейчас взаимодействуем. Для этого я обращаюсь к вот этому параметру Message. Здесь я через этот параметр обращаюсь к чату и получаю ID текущего чата. Далее мне необходимо указать, какой текст я буду отправлять пользователю. И здесь у меня просто будет написано что-то в духе привет. Я пока предлагаю больше ничего сюда не дописывать. Теперь давайте попробуем запустить всю нашу программу. Программу можно запустить через терминал, но также я предлагаю добавить сюда конфигурацию. То есть вот здесь нажимаем Add Configuration. И таким образом я получу просто кнопку, при нажатии на которую сразу будет запускаться весь проект. Чтобы добавить конфигурацию, нажимаю на плюсик. Далее нахожу здесь Python. И в принципе единственное, что здесь еще необходимо сделать, это указать путь к основному файлу. То есть Script Pass. Вот там нажимаем на папочку. Ну и выбираем основной как бы файл, который и будет запускаться. Нажимаем Apply и нажимаем OK. И теперь мы с вами имеем отдельную кнопку для запуска всего бота. Если его запустить, то мы заметим, что будет выдаваться ошибка. И ошибка связана с тем, что я указал неверный декоратор. Декоратор. Наш декоратор должен называться как Message Handler. Без буквочки S в конце, поэтому эту букву вы удалите. Ну и теперь, если мы повторно запустим проект, замечаем, что уже ошибок никаких не было выдано. Но при этом, по сути, наш бот, он сейчас никак работать не будет. Не будет он работать по причине того, что наша программа, она запустилась и она уже завершилась. То есть она больше не выполняется. А если программа не выполняется, то, соответственно, и бот у нас тоже никак работать не будет. Чтобы бот работал, нам необходимо сделать так, что вся эта программа будет работать бесконечно, постоянно. И чтобы наша программа работала постоянно, мы просто в самом низу программы должны прописать следующее. Мы обращаемся к нашему боту, обращаемся к Polling. И здесь мы указываем такой параметр как Non-Stop и указываем значение как True. Таким образом, мы говорим о том, что наша программа, она будет постоянно выполняться. Теперь, если запустить весь проект, мы замечаем, что в консоли у нас не выводится сообщение о том, что программа завершилась. То есть программа постоянно у нас как бы работает. И теперь, если я нажму на кнопку Start, то замечаем, что бот корректно у нас работает. Я, как только ввожу эту команду, он выводит мне сообщение Привет. Также вы можете несколько раз здесь, по сути, прописать эту команду. Каждый раз, когда вы будете прописывать команду, каждый раз он будет выводить сообщение Привет. То есть все обрабатывается корректно. Для остановки бота вы можете нажать на соответствующую кнопку. После этого программа завершается. И теперь бот, он у вас никак не будет реагировать на ваши команды. Видите, я отправил Start, он мне ничего назад не отписал. Так как просто программа сейчас завершена. Также хочу еще сказать то, что помимо функции Polling, вы можете использовать и другую функцию. Она называется Infinity Polling. По сути, это точно то же самое. Иногда в документациях вы просто найдете реализацию именно этой функции. Ну, суть заключается в том же. Функция делает так, что программа у вас работает постоянно. Давайте также это протестируем. Запускаю программу. И тут же вы, кстати, можете еще заметить, что бот сразу же отписал мне сообщение. Если же вам необходимо, чтобы вот эта функция, она срабатывала при нескольких разных командах, то в таком случае вы можете вот просто здесь через запятую прописать все возможные команды. Например, в моем случае данная функция будет срабатывать при такой команде, как Start, Main или же Hello. Давайте попробуем тоже запустить всю программу. Теперь я ввожу такую, например, команду как Hello и замечаем, что мне отправляется привет. Отправляю команду Main и опять же отправляется привет. Отправляю Start и опять же отправляется привет. Если я что-то отправлю другое, другую какую-то команду, то в таком случае уже ничего обработано не будет, так как такую команду мы с вами здесь не обрабатываем. Поэтому здесь вы можете отслеживать как одну, так и несколько команд. Это уже зависит исключительно от вас. По схожему принципу вы можете создать здесь сколько угодно подобных функций. Ну и каждая функция, она может обрабатывать одну определенную команду. Например, здесь я теперь еще буду обрабатывать такую команду как Help. И в случае, если я буду писать команду Help, то здесь я буду выводить некую информацию относительно самого бота. Ну, я полностью всю эту информацию выводить не буду. Например, буду выводить только текст HelpInformation. Если опять же перезапустить весь проект, то вы просто заметите, что сейчас, когда я ввожу здесь команду Help, мы получаем HelpInformation такой текст. Ну, а если я ввожу команду Start или Main или же Hello, то получаю такую команду, получаю, вернее, такой текст как Привет. В случае, когда вы хотите выводить не просто обычный текст, а некий отформатированный текст, то вы всегда можете в метод SendMessage передавать еще третий параметр. Он называется parseMode, и в качестве значения вы здесь прописываете HTML. Теперь вы можете передавать сюда не просто обычную строку, вы можете ее форматировать. Например, я сделаю так, что слово Help у меня будет жирным. Слово Information, оно у меня пускай будет курсивом, для этого я использую такой тег как Em. А также, возможно, я сделаю то, что вот это вот слово Information, оно дополнительно еще и будет подчеркнутым. Для этого я использую другой тег, который называется как Underline. Ну и вот подобные простые HTML теги, вы их здесь можете использовать для форматирования текста. Давайте такое тоже мы попробуем сейчас с вами запустить. Далее я просто обращусь к команде Help, и вот мы замечаем, что действительно у нас текст идет отформатирован. А что если вдруг с обычным сообщением мы хотим еще вывести некую информацию про чат или же про самого пользователя? В таком случае мы можем обращаться к вот этому параметру Message. Давайте мы попробуем сейчас просто взять и вывести весь этот параметр как текст на экран. Давайте тоже мы такое попробуем сейчас с вами запустить. Далее обращаемся к команде Start, и вот что мы получаем с вами. То есть сейчас мы получаем с вами по сути объект, где записаны различные ключи и значения. Ну и в этом объекте мы сможем найти полную информацию про сам чат, а также про пользователя, с которым мы ведем как бы диалог. Например, в случае, если я хочу вывести имя пользователя, то в таком случае я могу обратиться к вот этому объекту Message, обратиться по такому ключу как FirstName, и я по сути уже получу имя пользователя. Также могу получить его логин, могу получить его фамилию, могу узнать на каком языке в принципе он общается и так далее. То есть здесь идет полная некая информация. Мы же с вами давайте сделаем вот что. В случае, если пользователь будет отправлять такие команды как Start, Main или же Hello, то мы будем выписывать пользователю некий текст. Например, я буду писать ему такой текст как Привет, а далее буду выводить его имя, а также фамилию. Ну и чтобы мне вывести его имя и фамилию, я, пожалуй, сделаю здесь отформатированную строку. В такую строку я сразу смогу подставлять какие-то значения в фигурных скобках. И здесь я обращаюсь к Message самому этому объекту. А далее давайте посмотрим, где же находится у меня вот этот вот FirstName. Мы можем заметить, что сам по себе объект Message, он представляет полностью все вот эти вот данные. Далее, внутри этого объекта мне необходимо обратиться к такому значению как FromUser, ведь FromUser это еще один отдельный объект. И уже из FromUser я смогу получить FirstName, LastName или же Username. Ну и здесь я так и делаю. Я обращаюсь к FromUser, далее я обращаюсь здесь к FirstName. И по сути выведу имя самого пользователя. Также через пробел мы давайте выведем еще и LastName, то есть выведем фамилию пользователя. Если сейчас мы подобное запустим, то мы просто с вами заметим то, что при вводе команды Start мы получаем Привет, и выводится имя и фамилия того пользователя, который по сути сейчас взаимодействует с этим ботом. Итак, сейчас мы с вами уже научились обрабатывать различные команды. Они обрабатываются при помощи декоратора MessageHandler, и здесь мы указываем такой параметр как Commands, и далее указываем какие команды или же какую команду мы с вами хотим обрабатывать. Но что если вдруг мы хотим обработать не просто некую команду, которая начинается со слэша, а мы хотим обработать просто обычный текст, который будет вписан самим пользователем. В таком случае, если мы хотим обрабатывать обычный текст, то нам нужно прописать нечто следующее. Мы тоже с вами прописываем декоратор. Этот декоратор тоже будет называться как MessageHandler. Вот только разница в том, что в этот декоратор мы не помещаем никаких дополнительных параметров. То есть мы говорим о том, что мы будем обрабатывать любой текст, любые данные, которые будут подступать от пользователя. Здесь же мы давайте создадим некую функцию. Пускай эта функция будет называться как Info, например. Эта же функция тоже принимает один параметр. Это по сути тот же параметр Message, в котором мы имеем полную информацию про пользователя и чат. И здесь мы давайте с вами сразу же будем прописывать некие проверки. Мы будем узнавать, что пользователь вводит. И в зависимости от того, что он ввел, мы будем выполнять разные какие-то действия. Чтобы нам понять, что пользователь вводит, мы просто обращаемся к Message и обращаемся к такому параметру, как Text. Text это как раз по сути те данные, что мы получили от пользователя. Также полученный текст логично привести к нижнему регистру. В таком случае у нас не будет каких-либо разбежностей. И здесь я могу просто проверять на некое определенное слово или же предложение. Ну и мне не важно в каком регистре напишет это слово пользователь. Мы все равно весь текст его приводим к нижнему регистру. И по нижнему регистру как раз и проверяем совпадение. Ну и вот например, если вдруг пользователь напишет такое слово как Привет, то в таком случае я давайте скопирую здесь немножечко кода. И в таком случае я просто ему буду выводить сообщение Привет. И дальше давайте буду выводить его имя, а также по сути буду выводить его фамилию. И в таком же формате вы можете прописать и другие проверки. Давайте я укажу еще пожалуй одну проверку. Здесь я тоже буду обращаться к тому, что ввел пользователь. Если он вдруг ведет такое слово как ID, то в этом случае я буду возвращать ему ID пользователя в системе Telegram. Будет достаточно интересно. И конечно же для отправки сообщения мы опять же можем использовать метод SendMessage. То есть это отправится стандартное сообщение. Но мы давайте рассмотрим немного другой метод. Он называется ReplyTo. По сути этот метод он тоже отправляет некое сообщение. Вот только это сообщение оно будет как ответ на некое предыдущее сообщение. И здесь мы с вами прописываем вот что. В этот метод я отправляю в качестве первого параметра это сам по себе объект Message. Просто весь этот объект я туда отправляю. А также я отправляю тот текст, который будет выведен пользователем. Ну и конечно же текст может быть каким угодно. Я давайте буду выписывать что-то вот в следующем духе. Я буду писать ID. А далее я здесь буду обращаться к такому объекту как Message. Дальше FromUser. И дальше я буду просто получать ID по сути пользователя. Этот ID я и буду выводить. Если сейчас запустить бот, то мы заметим, что при вводе слова Привет у нас будет выдаваться такая информация как Привет. И дальше идет имя и фамилия. Если же здесь я введу такое слово как ID, то у нас идет ответ на предыдущее мое сообщение. Ну и вводится идентификатор самого пользователя. И вот вроде как все работает отлично. Но сейчас мы будем получать одну с вами ошибку. Она связана с обработкой различных команд. Вне зависимости от того, какую команду вы сейчас будете вписывать, вне зависимости от этого бот никак на это все реагировать не будет. Так происходит по причине того, что вот этот вот метод, в котором мы обрабатываем просто текстовый бот от пользователя, он у нас находится в самом верху. А поэтому по сути этот метод, он срабатывает каждый раз, вне зависимости от того, что я отправляю боту. Будь это команда или будет это просто обычный текст, в любом случае у нас всегда как бы в качестве обработчика этого действия выступает вот этот вот метод. Ну то есть я, например, отправляю команду старт, у нас срабатывает этот метод. Здесь у меня нет обработки по сути такого текста как слэш старт, а поэтому ничего не выполняется. Ну и как бы на этом вся наша команда, она завершается. То есть код не доходит до вот этих вот обработчиков команд. И здесь вы можете поступить следующим образом. Во-первых, вы можете просто вот этот вот кусочек кода, а именно обработку текста, вы его можете перенести в самый низ. В таком случае, если мы подобное попробуем перезапустить, то вы заметите, что при вводе той же самой команды старт, все будет срабатывать корректно. А также, если я просто введу слово, например, id, то тоже все будет срабатывать корректно. Ведь теперь, если я ввожу команду старт, у меня сразу срабатывает вот этот вот метод. А если я ввожу просто некий текст, то, соответственно, эти методы, они не подходят под обычный текст и срабатывает тогда вот этот вот метод. То есть это первый способ, вы можете просто метод вниз этот перенести. А второй способ, он бы заключался в том, что вот здесь вы можете дописать дополнительные обработчики текста, и тут вы просто будете проверять, например, на такую команду как start. В случае, если пользователь ведет такой текст как start, то вы будете делать абсолютно точно то же самое, что делали, например, в этом методе. И давайте в этом уроке мы с вами сделаем еще что-то полезное. Например, в случае, когда пользователь будет нам отправлять такую команду как site, то в этом случае мы будем отправлять пользователя на некую страницу в браузере. Но конкретно на наш собственный веб-сайт. И чтобы нам прописать вот это вот все действие, мы должны с вами в первую очередь создать декоратор, поэтому мы здесь обращаемся к bot, message handler. Далее мы говорим о том, что мы обрабатываем некие команды, в моем случае будет лишь одна команда, это команда просто site. Хотя на самом-то деле можно было бы даже две команды добавить, например, site, а также веб-сайт. При вписывании одной из этих команд у нас в любом случае будет срабатывать этот метод. Здесь же мы создаем сам по себе метод, он принимает один обязательный параметр. И здесь мы должны, по сути, ничего пользователю не отправлять, мы должны просто открывать некую страницу в браузере. Чтобы нам открыть некую страницу в браузере, мы должны импортировать один дополнительный модуль. Это встроенный модуль, он называется web-браузер. И здесь мы просто обращаемся к этому модулю, обращаемся к такому методу как open и говорим, какой конкретно сайт мы будем открывать. В моем случае я буду открывать сайт itproger.com, ну и в принципе больше ничего этот метод он делать не будет. Подобное я предлагаю протестировать, поэтому я запустил программу, ввожу команду site, после чего открывается браузер и в нем как раз сайт itproger.com. Также я могу попробовать ввести и другую команду, веб-сайт, ну и в принципе произойдет точно то же самое. Открывается еще раз тот же самый сайт в браузере. И вот чтобы наш бот был еще более крутым и интересным, я предлагаю добавить к нему команды. По сути это будут такие кнопки, на которые вы сможете нажимать и сразу будет прописываться некая команда. Чтобы нам добавить к нашему боту некие команды, мы с вами должны обратиться к botfather и здесь мы прописываем такую команду как setcommands. Далее мы выбираем к какому боту мы прикрепляем по сути сами по себе эти команды. И здесь мы с вами указываем команды в следующем формате. Во-первых, пишется название команды, а дальше пишется описание этой команды. Я, например, указываю, что название команды будет как сайт, а здесь в качестве текста, в качестве описания этой команды я пишу открыть веб-сайт. Ну и, например, нажимаю enter. Все, у меня эта команда была добавлена. И теперь, когда я только начинаю прописывать слэш, у меня тут же подставляется эта команда. Я могу просто нажать сразу на enter. Ну и эта команда, она как бы выписывается сюда в чат. Дальше за счет кода я обрабатываю этот текст, обрабатываю эту команду и открываю веб-сайт в браузере. Таким образом, вы уже можете создавать достаточно интересный функционал к вашему боту. Ну что же, а на этом наш урок подходит к концу. В этом уроке мы с вами научились обрабатывать различные команды, а также обрабатывать текст, что мы получаем от пользователя. Надеюсь, урок вам понравился. Если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети. Все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok